Жители Берцка жалуются на нестабильное газоснабжение. По сообщениям местных СМИ, накануне без газа остались жители сразу нескольких многоквартирных домов. Люди элементарно не могли приготовить пищу. В причинах перебоев разбирался Дмитрий Белькевич. Вот она заглушена, труба, всё полностью. То есть мы не пользуемся ею. Всё оформлено, как положено, по акту. Берчанка Ольга Гладышева рассказывает нашей съёмочной группе, что сразу по переезду в новую квартиру на Маркса отказалась от газа, говорит. Раньше были перебои с газоснабжением, а готовить пищу нужно регулярно. Вот и перешла на электрическую печь. Однако соседи до сих пор пользуются газом и периодически жалуются на отключение. Одно из таких обращений и стало поводом для разбирательства в городской администрации. Глава Берцка отчитал чиновников, ответственных за ЖКХ. Но при дальнейших разбирательствах выяснилось – проблем нет. Глава нам поставил на вид и взял на контроль ситуацию по газу. Нами было проведено обследование всех этих обращений. Отсутствие газа в квартирах не обнаружено. То есть газ люди потребляют. Тем более сейчас начинается время заготовок и увеличивается потребление газа. Коммунальщики отметили – перебои были раньше, но чиновники не виноваты. Был у нас один случай, когда на основании задолженности «Облгаз» прекратил поставку газа, но вопрос был разрешен. То есть работа провелась в тот момент. Сейчас с должниками, насколько я знаю, тут судебное разбирательство. Долги перед газовиками достигли суммы в 100 тысяч рублей. Однако даже несмотря на это, дома газ получают в необходимых объемах. Максим Савбанов лично это доказал, предложив на месте убедиться в отсутствии проблем. По дороге рассказывает, коммунальное хозяйство в городе под контролем. Состояние со стороны людей, которые могут оценить, не так, что у меня замыленным глазом, а все-таки уже со стороны у людей впечатление оберзки складывается очень хорошее. А вот и местные жители говорят, никакой паники нет, с газом все нормально. В принципе, ну нормально. С поставками газа проблем нет? Нет, нет. Отлично. Чтобы проблем не было впредь, ситуацию с газоснабжением 11 многоквартирных домов накануне обсудили на совещании с «Облгазом» стороны пришли к решению перейти на прямые договоры с потребителями, минуя управляющие компании ТСЖ. Это позволит работать с должниками эффективнее и избавит от необходимости вводить ограничения. Дмитрий Белькевич, Александр Егоров. Новости ОТС.